Обсуждать проблемы пациентов с редкими болезнями на кухне умеют все. Говорить об этом открыто вслух и в присутствии прессы, мне кажется, уже время настало. Тем более, что уже и понятие такое появилось, как редкие болезни. Не для кого не секрет, 323 закон наконец-то узаконил нас с вами, наших детей. И теперь мы с вами не просто какие-то там пациенты, не просто люди с проблемами развития, а пациенты с редкими болезнями. Благодаря появлению закона у нас появляется фундамент, на котором предстоит построить большое красивое здание, которое будет состоять из большого количества подзаконных актов, других важных государственных документов, которые будут регламентировать порядок жизни пациентов с редкими заболеваниями. То есть укорачивать дорогу от диагноза до получения лечения. Работать с пациентами подобного профиля, конечно же, должны специалисты очень и очень многих специальностей. В частности, мне ближе всего дети с мокополиса, хоридозами так вышло, что я занимаюсь этой патологией. С первого дня, как только они у нас в центре появились. И сейчас у нас их уже около 50 человек. И, наконец-то, слава тебе Господи, спасибо большое нашему правительству, что обернулась, наконец, наша страна лицом к пациентам с редкими болезнями. Лечение действительно стало доступным. К сожалению, пока не во всех регионах. Оказывается, у нас очень много пациентов, которые нуждаются в помощи. И как раз по этой причине, по итогам пятилетней работы, мы сейчас презентовали, так скажем, новую такую организацию. Это Национальный фонд поддержки юридических заболеваний, который направлен не только на поддержку детей, да, как у нас занимается большинство благотворительных фондов, но и на поддержку взрослых. Первая главная проблема – это полное отсутствие диагностики и знания этого заболевания в регионах. Поскольку диагностируется зачастую совершенно случайно, не диагностируется совсем, диагностируется, как правило, не в регионах, а когда человек уже в тяжелейшем состоянии довольствия до Москвы, если довольствия, то выясняется, что время уже упущено, и хроническая пущенная достаточность приобрела уже необратимый характер. Хотя, если начать заболевание лечить рано, а сейчас у него есть препарат, который может помочь этим пациентам, то можно сохранить функцию почек, и человек будет жить совершенно нормально. Трудность достать необходимые лекарственные средства и оказание материальной помощи семьям, которые нуждаются в медикаментах. У нас основные проблемы, конечно, вопрос, который мы поднимаем постоянно в последнее время – это вопрос лечения взрослых, то, что нет ни одного центра. К сожалению, очень часто мы сталкиваемся с тем, что при заболеваниях, при которых нет патогенетического лечения, каждый специалист на месте начинает лечить пациентов на свой взгляд, на основании своего опыта, чего угодно, но ни единого протокола. Хотя мы знаем, что есть сегодня единый протокол, который принят во всем мире, и мы пытаемся призвать наших коллег не заниматься изобретением велосипеда, а лечить пациентов эффективно, максимально на основании доказательных таких моментов, которые сегодня существуют, то в большинстве случаев у взрослых пациентов возникает гораздо меньше проблем, в том числе с несовершенному астрогенезу. Нужно образовывать врачей, нужно опыт московский, центральной части России переносить на регионы, и в принципе, действительно, если будет документ, которому все обязаны следовать, и будет протокол обследования, лечения, диагностики, то тогда у нас очень большое количество проблем уйдет. Чем лучше мы будем лечить детей, тем меньше у нас будет инвалидов в ландрусовой сети. В 2013 году должны во всех регионах России уже начать работу структуры палиативной помощи детям, и сейчас они создаются во многих регионах учреждениями, которые до сих пор занимались детьми, инвалидами, отказниками, и, к сожалению, люди, работающие в этих учреждениях, далеко не всегда понимают, что такое реально палиативная помощь. Нам нужны будут перечни, стандарты, протоколы. Это вот ближайшая наша задача всех общественных организаций, общественного совета. Самое сложное, самое кропотливое, которое необходимо в течение этого года. Любыми с этими травами вывешен уже такой большой перечень всех заболеваний, которые представлены в нашей России. Их пока вошло только 230 заболеваний, но понятно, что их намного больше. И вот я как директор центра сижу, и ко мне тоже звонят пациенты и называют такие заболевания, которые я же никогда не слышала, и не знаешь, как помогать, что делать, как решать проблемы этих людей. Да, мы добились понятия редкие болезни, но сколько лет на это ушло? Может быть, имеет смысл нам консолидировать наши усилия и попробовать в законодательство писать с нами? За границей между постановкой диагноза этим детям и решением консилиума необходимости ему выдачи препарата проходит обычно два дня на оформлении документов. У нас даже через дистрибьютора, даже по акту благотворительной помощи проходит месяц. Нельзя не заметить отрадных пактов. Отрадные пакты заключаются в том, что, во-первых, руководство Минздрава нашей страны прислушивается к пациентским организациям, прислушивается к голосу индустрии. Есть позитивное движение, да, общее позитивное движение. И если бы мы все объединились, то мне кажется, что наши усилия, они были бы более результативными. Есть такие опасения, что местным региональным Минздравам после принятия закона будет невыгодно декларировать своих пациентов, потому что в этом случае им придется потом их и оплачивать. Поэтому наша задача общественных организаций за этим процессом тоже наблюдать, эту информацию подавать в соответствующие органы, которые будут ввести эти регистры и региональные, и федеральные. И за этим процессом наблюдать. Если будут какие-то нарушения, я думаю, что тоже можно об этом сообщать. И чем нас будет больше, и чем больше мы расскажем о том, что мы делаем, тем больше помощи мы сможем принести к нашим маленьким пациентам. И тем чаще мы будем справлять 18 лет, и тем чаще мы будем справлять свадьбы, рождение внуков и другие праздники, которые есть у всех обычных людей.